Приветствую вас на Мутанте, одном из самых интересных каналов на ютюбе. И сегодня вас ждет новая подборка сумасшедших битв животных и кровавых атак хищников. Очень надеюсь, что видео вам понравится и ваша реакция будет соответственная. Ну что, поехали? Убегая от львиных клыков, бородавочник забрался в не очень глубокую нору. Но царь зверей не привык отступать и принялся раскапывать земляное убежище кабанчика. И быстро достиг своей цели. Он зубами вытащил свою жертву с разрытой норы и держал за горло до тех пор, пока она не перестала дышать. Теперь бородавочника спасти может только чудо, но оно сегодня не случилось. И постепенно он перестал двигаться. А это означает, что лев сегодня с обедом. Стая геновидных собак во время охоты загнала импалу прямо к озеру. Казалось бы, что антилопа в западне, но травоядная решается на отчаянный шаг, она прыгает в воду и плывет к другому берегу. Но ее в воде, возле противоположного берега ждет неприятный сюрприз – семья бегемотов на отдыхе. Эти великаны, как правило, не любят, когда их беспокоят. Но в данном конкретном случае они просто сопроводили к берегу, тем самым просто изгнали непрошенную гостью. И сегодня этой антилопе неслыханно везет. Лисоголовый гриф возле реки нашел тушку небольшого зверька и приступил к поеданию. Но подошедший на запах стервятины, лис решил, что птица должна уступить ему свою еду. А сам гриф категорически против, не то чтобы отдать, он даже делиться не захотел. Ну и естественно завязался конфликт. На мой взгляд, круче в этом поединке, конечно же, стервятник. Он и оборону надежно держит, и поесть при этом не забывает. А лис даже приблизиться к туши не может. Находясь под постоянной угрозой, получить мощным клювом. И снова кушать подано. Львица прогуливаясь по саванью узрела антилопу гну, которая устроила себе отдых прямо средь белого дня. И естественно она не смогла отказаться от такого подарка судьбы. Большая кошка схватила антилопу зубами за шею и без особого труда удушила свою жертву. А пока львица добивала антилопу, из зарослей показался целый выводок львят, они бежали к матери, которая как раз занята приготовлением манию сумасшедшая атака большого крокодила на бородавочника. Африканский свин пришел на водопой, и как только он начал утолять жажду, тут же был атакован большой рептилией. Но кабанчик, благодаря своей невероятной реакции, сумел увернуться от атаки хищника. После чего включил самую быструю скорость, и только крокодил его и видел. В этой ситуации кому-то должно было фортануть. Ну и к слову, пришло время подписаться на канал, поставить лайк и хотя бы маленькое сердечко в комментариях, а мы продолжаем. Интересно, чем эта полосатая лошадка разозлила слонов. Что они начали так ее прессовать? На загородном шоссе, где обычно царит спокойствие и размеренность, произошло необычное событие. Огромный четырехметровый питон, изящно извиваясь, начал переползать по асфальту. Водители, заметив змею, мгновенно остановили свои автомобили, а некоторые даже вышли, чтобы получше рассмотреть это зрелище. На дороге образовалась небольшая пробка, и люди начали вытаскивать телефоны, чтобы запечатлеть момент. Некоторые из них обсуждали, насколько это необычно, увидеть такую крупную рептилию вблизи. Питон, не обращая внимания на зрителей, продолжал свой путь, медленно и уверенно продвигаясь к другой стороне шоссе, где начинались густые заросли высокой травы. Тигровые акулы, известные своей неприхотливостью в пище и мощными челюстями, совершают сезонные миграции к Галапагосским островам, привлеченные обильным и легкодоступным источником пищи птенцами альбатросов. Это зрелище, хоть и жестокое, является важной частью хрупкой экосистемы архипелага. В период, когда молодые альбатросы, еще неумело, начинают свои первые попытки полета. Они становятся легкой добычей для этих морских хищников. Несовершенные навыки взлета и приземления, а также неопытность в определении опасности, делают птенцов уязвимыми. Во время больших паводков, вода заполняет улицы некоторых населенных пунктов. Вместе с водой на улицах появляются и жители рек, в том числе и довольно опасные, как вот здесь вот на видео. На этот раз, небольшой крокодил решил напасть на небольшого песика и цапнул его за лапу. Особого вреда рептилия собаке не нанесла, но напугала ее изрядно. И та от неожиданности аж подпрыгнула. А крокодил понял, что он выбрал жертву не по зубам и медленно скрылся в мутной воде. Леопард заметил на мелководье внушительных размеров рептилию. Он осторожно погрузился в воду и быстро достиг своей цели. После чего резким и мощным рывком леопард атаковал крокодила, целясь в самое уязвимое место – шею. Острые клыки впились в толстую кожу рептилии. Дальше он вытащил свою жертву на берег. Именно такой обед ждет его сегодня. На этом мы приехали. Напоминаю о подписке, лайке и хотя бы маленьком сердечке в комментариях. Встретимся в новых роликах. Всем пока!